Всем привет и мы продолжаем игру Черепашки Низи Легенды. Это 107 серия нового прохождения, в которой мы играем без доната и без вложений. В начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. И особый черепаший привет подписчику с ником Данил Пантков и Егору Мальшеву. Вот к сожалению другим подписчикам не могу передать, так как вместо их имен высвечивается только идентификатор. Ну а сейчас давайте-ка займемся прокачкой героя и большинство подписчиков просили, чтобы и сегодня я докачал Лео Космического до 30 уровня. Что ж с удовольствием иду на встречу, давайте-ка прокачаем этого героя по максимуму, что мы можем сделать на 2 звездочки. Вот и кроме того посмотрите у него есть возможность прокачать первый его удар, это у нас изящное оружие. Что ж, прокачаю эту способность до третьей ступени и перейдем к следующему персонажу. Итак, вот просили подписчики еще, чтобы я качал Пиццелицева, Микки Космос, Рокзара, Дони Мультяшного, последнего героя, Рафа до 57 уровня и еще искал целую кучу ДНК героев. Ну давайте-ка я немножко прокачаю тех героев, за которых писали башниство подписчиков, а потом будем искать ДНК. Итак, друзья, вот Рафа до 57 я не смогу прокачать, вот, но, видите, у меня не хватает звезд, он у меня трехзвездочный, надо искать ДНК героя, когда наберем 4 звезды, я смогу прокачать этого героя. Вот, могу сегодня прокачать Рокзара, за него тоже просили подписчики, вот, давайте-ка я его переведу на 52 уровень, вот, пока на этом остановимся, потому что и так очень мало, вот, ингредиентов. Вот, было бы здорово и Леву прокачать, но за Леву Бакстера Стокмана, да, вот, кстати, за Бакстера Стокмана, по-моему, кто-то писал, или это, нет, друзья, ошибся, ошибся, это искать ДНК. Ну, давайте-ка сделаем так, сейчас я еще прокачаю несколько героев, а потом будем искать ДНК, вот, и так, кого бы прокачать, за кого там писал подписчик, так, Микки Космический, Микки Космический, насколько я помню, вот он, 20 уровня, двухзвездочный, да, я и могу прокачать, ну, давайте-ка, Микки Космического сегодня я докачаю до 25 уровня, вот, супер, на этом остановимся, вот, так, Рокзара мы прокачали, давайте-ка, Донни Мультяшного, посмотрю, что я еще могу прокачать и в этого героя, так, 29 уровень, ну, могу, могу до 30, это максимум, что мы можем сделать, вот, прокачки этого персонажа, вот, Пиццилицей, да, Пиццилицей, это здорово, вот, в прошлых видео мы его перевели на третью звездочку, поэтому сегодня, я думаю, друзья, давайте-ка я его еще прокачаю, ну, давайте-ка попробую докачать до 40 уровня, так, мне кажется, будет здорово, вот, ну, и вот, практически я потратил весь мутаген, вот, практически его не осталось, кто там остался, последний герой, остался последний герой, ну, давайте-ка еще немножко прокачну последнего героя, последним героем у нас есть Микки из фильма, ну, давайте я его тоже подниму до 16 уровня, вот, что ж, на этом остановимся, сейчас давайте-ка я попробую поискать ДНК Кейси Джонса, за него просили тоже большинство подписчиков, именно, чтобы я искал ДНК этого персонажа, и сегодня я это делаю, кстати, нам осталось совсем немного до нового уровня, возможно, сегодня мы его возьмем, возможно и нет, посмотрим, вот, как пойдет сбор ДНК, вот, отлично, Кейси Джонса я собрал ДНК, следующие герои просили, которого искать, это Рокзара, ищем ДНК этого героя, да, опять же, то, что мы ищем ДНК героев, это здорово, тем самым мы выполняли им задание, и сегодня, надеюсь, возьмем награду, вот, ДНК Рафа, так, Донателло, опять же, просьба от подписчиков, чтобы я искал ДНК Дони, вот, ну, попробуем и его найти ДНК, и так, неплохо, и так, смотрите, осталось совсем немного, и, возможно, сейчас мы перейдем на новый уровень, да, и попутно еще соберем ДНК Дони, супер, вот, последний раз неудачный, и так, что у нас осталось, Леонардо, Леонардо надо искать много ДНК, ну, давайте-ка я хотя бы соберу три ДНК, вот, в принципе, я согласен, Леонардо надо искать, это самый мой сильный боец, его побыстрее надо перевести на новую, вот, звездочку, сделать его пятизвездочным, и это будет самый крутой у меня боец, вот, пока слева становимся, Рафаэль, Рафаэль, к сожалению, не могу пока искать, можем только, выполняя задание, собирать вот награды, и да, друзья, у нас 58 уровень, у нас 58 уровень, и у нас тайная колода, давайте-ка я сразу же открою, и так, пицца, доллары, сюрикены, еще пицца и ДНК Рокзара, великолепно, отлично, так, продолжаем собирать награды, вот, супер, вот, надо еще пройти серию испытаний, и, конечно же, не забыть собрать тайную колоду, ну, давайте-ка я еще дособираю ДНК тех персонажей, которых просили, вот, герои, и пойдем в светение другое измерение, и так, крип, 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 вот, попробуем найти ДНК и этого персонажа, вот, опять же, за него просили подписчики, вот, собираем, собираем, и удачно, еще один ДНК в нашу коллекцию, супер, и так, остался у нас Бакстер Стокман и Стиранка, а, Крис Брэдфорд, прошу прощения, не Бакстер Стокман, Крис Брэдфорд, Крис Брэдфорд, Крис Брэдфорд, что-то давно я его не прокачивал, уже подзабыл, в каком состоянии, да, его можно, вот, целая-целая галерея, можно искать ДНК, видите, у меня сейчас, как бы, три, есть возможность, три локации для сбора, ну, давайте-ка я еще, вот, соберу, последнего героя, Стиранка, и уже пойдем с вами, вот, на смятение другого измерения и турнир, так, Стиранка, 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 и где же Стиранка, вот он, 22 уровень, кстати, надо было бы ее прокачать, еще по уровнях, все-таки, герой классный, особенно его массовая атака-пулемет, поэтому героя стоя было бы прокачивать, ну, вот, итак, Стиранка я прокачал, давайте-ка пойдем с вами на смятение с другого измерения, и потом уже по турниру, итак, смятение, что у нас есть возможность, куда пойти, ну, давайте-ка я пойду наверх, и мое состояние героя очень плачевное, вот, не факт, что мы здесь выиграем, ну, давайте-ка попробуем, очень-очень досталось нашим героям в прошлой серии, особо мне надо сейчас вылечить Рокзара, у него практически не осталось здоровья, ну, давайте-ка пока метнем когти, раним Саблезуба, урон какой-то слабоватый, он бьет Лео, вот, да, 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 вот смотрите, как здорово, у Лео есть возможность подлечить, и мы восстанавливаем жизнь Рокзара, великолепно, вот, способность Бакстера Мухи лечить я пока не буду использовать, вот, итак, ядовитый плевок от Паукуса, и последний из футов выживает, и да, я использую ударную волну Бакстера Стокмана, поджариваем врагов, постепенный урон грызет Саблезуба, вот, но я думаю, давайте-ка мы сейчас добьем этого фута, а потом уже попробуем справиться и с Саблезубом, прошел мимо удар, вот, нашего героя, Паукус бьет, ну, просто, смотрите, проходит мимо удар, ну, наконец-то, Бакстер Стокман завалил противника, переходим к следующей волне, и здесь уже будет все значительно хуже, здесь хуже, у нас нету массовой атаки, хотя, вот, у сейчас Лео есть возможность нанести рубящий удар с разворота, круто, большую часть здоровья удалось снять, но Биба выживает, Паукус попробуй добить, есть, одного из врагов запинали, вот, пошла ответка, враги пинают нашего, ой-яй-яй-яй, и врагам удалось выбить нашего, вот, Рокзара, тем не менее, Бакстер Стокман накопил энергии, выпустил маусер, подорвал врагов, но результат оказался хуже, я надеялся, что больше нанесет повреждения, ну, как видите, здесь сильный враг, здесь сильный враг, 50-го уровня, не просто его побеждать, и, смотрите, не удалось мне его уничтожить, и уже, в свою очередь, противник пинает, тем не менее, Лео добивает Рокстаги, вот, Паукус пытается справиться с Рокстаги, не получилось, Бакстер Стокман бьет, и Паукус все-таки заплевывает, выбивает Рокстаги классического, остался только Бибоп, вот, пытается достать нашего Паукуса, давайте-ка я его немножко подлечу, чтобы получилась все-таки хотя бы такая победа, вот, Паукус атакует, Бакстер Стокман бьет, Бибоп выживает, но, но не так-то просто его победить, тем не менее, удар Катаны с разворота приносит на победу, победа, все враги уничтожены, просто великолепно, супер, ну, а сейчас, конечно же, идем с вами на турнир, и попробуем взять, вот, хорошую награду, и заработать побольше мутагена, и так, да, друзья, нам удалось выполнить сегодняшний миссий, и собрать ДНК Рафа, ну, а сейчас отправляемся с вами на турнир, посмотрим, что с врагами, кстати, надо собирать мутагент, чтобы прокачать моих самых сильных героев, в прошлой части мы попробовали сразиться с боссами в тяжелом уровне, и кто смотрел, то знает, что я проиграл, поэтому, вот, надо, надо как-то усиливать команду, так, вот, подобрал команду 34, враги 36-го, 34-го уровня, 37-го даже есть, ну, против него я поставлю команду, вот, Шреддер 45-й, возьму Криса Брэдварда, 43-й, и героев 35-го, 32-го, и даже, вот, давайте-ка возьму, давайте-ка, нет, не буду брать, давайте-ка я возьму еще, хотя пусть будет Кирби-мышь, ой, надеюсь только, что Кирби-мышь не выбьет в первую очередь, и мы, вот, пропустим идеальную победу. Итак, давайте-ка я начну-ка пока, вот, вот, такой вот мощной атаки, итак, как-то слабовато, надеюсь, она больше разрушительный результат. Итак, прокачиваем атаку, враг тоже прокачивает атаку, Бибоп вражеский съедает попкорн, подлечивается, вот, враги атакуют Криса Брэдварда, Слэш напрыгивает на Змитюна, в свою очередь Змитюн использует массовую атаку, забрасывает врагов шипами, ой-ой-ой, смотри, что творят. Итак, врагам удалось выбить Змитюна, все-таки недоценил я врагу. Кирби-мышь царапает Бибопа, Джастин использует массовую атаку, забрасывает врагов слизью, и сразу же получает ответку, у врагов прокачана контратака. Вот, врагам удалось еще прокачать дополнительную защиту, ну, а я выпускаю нить Шредера, который наносит мощный урон, выбивает Слэша. Вот, сейчас попробуем добить Бибопа. Не удалось, не удалось. Я боюсь, что сейчас Бибоп восстановит здоровье, и это будет плохо. Нет, Бибоп пришел атаковать. Итак, да, друзья, вот очень провальный бой, очень провальный бой. Смотрите, мы потеряли уже сколько бойцов, вот, противник еще выживает, и даже контратакует, забрасывает нас сюрикенами, ну, просто жесть. Итак, и наконец-то запинали Бибопа, вот, бьем Криса Брэдфорда, отлично. Пытается что-то сделать Доктор Роквелл, но я сейчас восстанавливаю жизнь Кирби-мыши, не хочется вот проиграть с таким разгромным счетом. Вот, отлично, и добивающий удар Шредера, да. Вот, победили, но как-то это была первая победа, очень много потеряли урона, соответственно, мало получил или кубков, и, соответственно, мало проем по турнирной лестнице. Что ж, тем не менее, прорвались на 77 место, и давайте-ка я возьму следующую команду. Итак, беру Хана, беру Пицелицева, Паукуса, Карай, вот, и было бы здорово взять какого-то героя с провокацией, вот. Ну, пусть будет Раф, пусть будет Раф. Вот, пойдем с вами в бой. Ну, эта команда у нас получилась очень крутая, поэтому у врагов вообще нету шансов. Итак, смотрите, Хан налаживает негативный эффект, уменьшает защиту вражеского отряда. Карай пытается отравить Эйприл Анил, не сумела, Паукус заплевывает, еще снял побольше здоровья, враг контратакует, и вражеская Эйприл восстанавливает силы. В свою очередь, я усиливаю нашу атаку благодаря ярости Рафа, а враги, в свою очередь, прокачивает точность. Что ж, я не думаю, что это им поможет, давайте-ка еще раз попробуем метнуть, вот, зомби-пиццу в Эйприл Анил и выбить вражеского лекаря. Вот, ничего себе, массовая атака Дони. Вот, тем не менее, Хань бьет по вязвимым точкам и выбивает Эйприл Анил, отлично. А вот теперь можно использовать и массовые атаки. Карай забрасывает врагов Кунаи, вот, Паукус бьет и выбивает Лео из фильма, Раф, в свою очередь, вызывает врагов на бой, используя провокации, вынуждая атаковать только его. И что? И враги вынуждены атаковать. В свою очередь, Хан выбивает Лео классического, а Карай рубит, кто это там был, вот, даже не заметил. Итак, Паукус заплевал Дони из мультика, и Паукус нанес смертельный удар. Победа! Просто-просто великолепно. Что ж, хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Итак, движемся все выше по турнирной лестнице и попадаем на 44 место. Вот, супер. Ну что ж, беру самую сильную мою команду, и они сейчас достаточно легко, я думаю, порвут врагов. Да, взял врагов посильнее, чтобы бой был поинтереснее. Так, что мы можем делать? У врагов есть Микки из мультика, поэтому его будем бить в первую очередь. Достаточно неплохой лекарь. Итак, он их, кстати, сразу же восстанавливает силы, вот, но я не думаю, что это ему поможет. Итак, мощнейший удар Лео катаной с разворота, и вражеский Микки мультяшный уничтожен. Отлично. Вот, Бакстер Муха плюет классического Бебопа, а Ксевер Монтес уменьшает защиту вражеских героев. В свою очередь, я выпускаю Маусера, подрывает врагов. Ох, какая хорошая атака Бакстера Стокмана. Большинство здоровья, как видите, удалось снять. Противник выжил, ну и нам осталось только нанесить добивающие удары. Ага, как разошелся вражеский отряд. Вот стреляет из телепортационной пушки. Кто это был? Донни классический. Тем не менее, Розар выбил очередного противника. Лео бьет доктора Роквелла. Просто супер. Бакстер Муха пытался запинать Микки. Не получилось. Ну тогда подключим Ксевера. Удары ножей, и враг повержен. Итак, Бакстер Стокман выбивает последнего врага. И мы получаем идеальную победу. Просто-просто супер. Ну что ж, как видите, у нас все здорово получилось. Ну а сегодня дальше, друзья, я хотел бы с вами пойти по основному сценарию. Итак, с боссами у нас в прошлой части не получилось. Вот поэтому по пятой главе, по сложному режиму, мы пока не пойдем, пока не прокачаем вот кого-то из моих самых сильных героев. Пойдем по шестой главе. Вот возьмем седьмой эпизод. Вот здесь враги тоже достаточно сильны. 52 уровня, но это не боссы. С ними мы сможем справиться. Кстати, давайте-ка я возьму самых сильных героев. Итак, Лео, Север Монтес, Рокзар, Бакстер, Стокман и Раф. И посмотрим, что здесь мы можем делать. И да, у нас кусочек диалога. Это муха, что вечно жужжит рядом, Бакстер Муха. Меня зовут Бакстер Стокман. Нам безразлично, как зовут муху. Говори, а то раздавлю твою голову, как смородинку. Хорошо, у меня есть предложение. Нужно поймать черепах. Почему мы должны делать это за тебя, жучара? Какая выгода нам с крошкой Иваном? Может, сила и власть вас заинтересует? Так, ну что ж, посмотрим, что мы можем здесь сделать. Итак, встречает Маусеры, Фут и четырехрукий Фут. Сразу же враги атакуют. Досталось всем членам отрядом. И это плохо. Вот, что я могу сделать? Ну, могу попробовать метнуть когти Рокзара. Хороший удар. Лео попробует выбить Фута, Маусера. Да, удалось выбить первого удара. Следующего противника пусть выбивает Ксивер Монте с ударом ножей. Вот. Ну и мне кажется, друзья, нет смысла сейчас тратить массовую атаку. Вот, попытаемся как-то так справиться с врагами. Итак, что враги? Враги продолжают атаковать. Вы видели, он восстановил здоровье. Он восстановил здоровье. Я пока это делать не буду. Вот. И да, неожиданно мы победили первую волну. Переходим в следующий. И да, сейчас я использую массовую атаку Бакстера. Стокмана попробую подорвать враг. Ох, как здорово. Вы видели, как здорово удалось уничтожить этот отряд. Вот. Сработала очень классно команда. Вот. Вторую волну мы смели, в принципе, просто на ура. И вот с третьей уже будет посложнее. Так. Лечиться, опять же, пока я не буду. Давайте-ка попробуем выбить четырехруких Футов. Вот. Да. Вот Ксивер Монте сможет наложить на врагов негативный эффект и меньшить защиту. Вот. Зак тем временем метает шлем. Бумеранг. Враги Руби Тракзара. Достала всем нашим героям. И Бакстер Стокман выпускает ударную волну. Поджаривает врагов. Вот. Я сейчас попробую уничтожить Бакстера Стокмана. Прошу прощения. Сиранка. Так как по нему был повышен урон. И, кроме того, медитация Лео сейчас восстановит часть нашего здоровья. Вот. Просто-просто великолепно. Ну что ж, друзья. Вы видите, это победа. Причем, неожиданно для меня. Я думаю, это будет идеальная победа. Вот. Очень здорово сработали. Вот. Супер. Итак. Рокзар добивает последнего врага. И мы получаем идеальную победу. Просто-просто фантастика. Вот. Удалось нам это сделать. И получить хорошие награды. Что ж, друзья. Вот. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Ну, а вы, конечно же, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте на усилие. Пишите в отзывах, комментариях. Кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну, и опять же, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.